Привет! Ты на канале о бизнесе. В деревне есть уникальные ресурсы, если их использовать правильно и грамотно, то можно построить очень прибыльный бизнес. Принято думать, что только в крупных городах находятся успешные предприниматели, но это не так. В этом видео собраны идеи, которые ты легко можешь реализовать в деревне. При этом вложения будут минимальные, а воплотить идею будет на порядок проще. Если ты ответственно подойдешь к реализации своего бизнеса, то даже в деревне добьешься невероятного успеха. Если интересно, тогда смотри видео до конца. И не забывай подписываться на канал и ставить лайк, если видео тебе понравится. Кстати, в Телеграме ты можешь узнать, сколько денег приносит YouTube-канал, увидеть примеры инвестирования и первым узнавать об интересных бизнес-идеях. Ссылка в описании, загляни. А теперь давай перейдем к прибыльным бизнес-проектам. Производство натуральных конфет Натуральные сладости сегодня пользуются очень большим спросом на рынке. Люди начали постоянно думать о том, что они употребляют ежедневно. Если речь идет о покупных сладостях, то на упаковке можно заметить, какое количество химических элементов использовал производитель. Когда речь идет о таких сладостях, об их полезности уже никто не говорит. Но и отказаться от сладкого невозможно. Это своеобразный наркотик, который насыщает организм энергий. Ты можешь решить проблему и поставлять на рынок натуральные конфеты, которые продаются по очень высоким ценам. Производить натуральные конфеты довольно легко, если у тебя есть все ингредиенты. Используй фрукты, ягоды, применяй натуральные соки и загустители. Даже простое желе из натурального сока в сахарной пудре будет отлично продаваться на рынке. Изначально можно остановиться на фруктовых натуральных конфетах. Производственный процесс более простой, да и ресурсы всегда под рукой. В дальнейшем ты сможешь закупать высококачественный шоколад и производить конфеты в глазури. Готовые конфеты необходимо поставлять в город для их дальнейшей реализации. Ты можешь продавать свою продукцию опытом через партнеров. В специализированных магазинах такие сладости продаются очень хорошо. Ты также можешь создать свой тематический аккаунт в социальной сети, где и можно будет организовать не менее эффективную торговлю натуральными сладостями. Разведение речной форели Форель можно легко отнести к очень ценному продукту на рынке. Данная рыба может насытить организм человека огромным количеством полезных веществ и микроэлементов. Ко всему этому такая рыба обладает непревзойденным вкусом. Тем не менее, не все могут себе позволить форель, ведь рыба дорогая и не всегда доступна на рынке. Зато все могут приобрести речную форель, которая выращивается на специальных фермах и продается в свежем виде. Это очень популярный товар на рынке, который ты сможешь реализовать без особых проблем. Чтобы выращивать речную форель, необходимо создать небольшой искусственный бассейн с проточной водой. Ты наверняка можешь найти свободное место возле реки, где получится реализовать идеальную ферму для выращивания форели. Вода должна быть проточной и чистой. Это основное требование форели к комфортной жизни и быстрому развитию. Мальки форели довольно дешевые, а растут они очень быстро. Если ты будешь использовать качественный корм, то уже через 3-4 месяца у тебя будут особи товарного вида, которые можно продавать на рынке. Торговать ты можешь разными способами – от продажи рыбы местным до поставки качественной форели в супермаркеты. Второй вариант принесет тебе куда больше прибыли. Супермаркет продает форель с невероятной наценкой, но и закупает качественный продукт по более высокой цене. Это простой в реализации и перспективный бизнес. Ранее в каждой деревне была своя мельница. Люди приносили зерно для того, чтобы создавать муку. Все эти мельницы были государственными, и в результате они исчезли. Остались только лишь частные мельницы, которые есть далеко не в каждом селе и даже районе. Спрос на услугу есть, но сама услуга не предоставляется в достаточной мере. Именно поэтому тебе обязательно следует задуматься над тем, чтобы построить бизнес в этой сфере. Ты можешь жить в городе или в любом другом месте, но открыв сеть мельниц, ты будешь очень хорошо зарабатывать. Сегодня мельница – небольшой электрический прибор, который точно и быстро выполняет работу. Не обязательно строить крупный объект для помола зерна – все намного проще. Ты арендуешь небольшие помещения, которых в деревне очень много. Устанавливаешь там компактную мельницу, нанимаешь сотрудника и запускаешь бизнес в работу. Клиент сможет выбрать фракцию помола зерна, он сможет создавать корма для животных, муку для выпечки, получать субпродукты для дальнейшего их использования. Одна мельница не будет приносить огромные деньги в деревне. Но если ты покроешь своей услугой несколько деревень или даже весь район, то успеха долго ждать не придется. Это очень простой в реализации бизнес, но так как услуги более чем актуальны, ты сможешь быстро выйти на хорошую прибыль. Мельница будет работать круглогодично и приносить доход. Грузоперевозки сельскохозяйственной продукции В деревне основным заработком является земля. На ней выращивают различные культуры, собирают урожай и продают его по высокой цене. Чтобы заниматься обработкой земли, нужна техника, уникальные навыки и знания. Но если ранее обработкой земли занимались крупные холдинги, то сегодня появляется все больше и больше мелких аграриев, которые обрабатывают небольшие площади. Как правило, у таких фермеров нет в распоряжении всего набора техники. Они арендуют ее по необходимости. Ты можешь на этом построить прибыльный бизнес. Необходимо только купить грузовик для перевозки сельскохозяйственной продукции. Фермер приобретает трактор в первую очередь. Ведь он нужен ему на порядок больше грузового автомобиля. Но без грузового автомобиля также не получается выполнять некоторые работы. Во время посева на поле необходимо доставить массу удобрений, посевного материала, оборудования. Во время сбора урожая, выращенную культуру, необходимо грузить из комбайна в автомобиль, чтобы потом доставить эту продукцию на элеватор для реализации или в ангары для хранения. На протяжении всего года продукция из ангаров постепенно будет вывозиться на элеваторы. Если у тебя будет техника для предоставления услуг в сфере грузоперевозок, то в деревне ты без заказов не останешься. Это небольшой местный рынок, на котором есть понятная и небольшая конкуренция. Это действительно то направление, на которое тебе следует обратить внимание. Реализовать такой бизнес просто, а доходы здесь могут быть колоссальными. Производство спецодежды Спецодежда является уникальным товаром на рынке. Независимо от экономической ситуации в стране и мире, такой товар будет продаваться очень хорошо. Суть здесь заключается в том, что без спецодежды сложно выполнять те или иные работы, сложно зарабатывать деньги. Компании приобретают одежду для своих сотрудников, чтобы обеспечить им безопасный уровень труда. Частные мастера приобретают спецодежду для себя, чтобы увеличить качество работы и гарантировать свою безопасность. Ты можешь открыть небольшой цех по производству такой одежды и начнешь на этом зарабатывать. Чтобы производить высококачественную спецодежду, необходимо купить промышленную швейную машину, подготовить лекала и закупить прочную ткань. В деревне такой бизнес реализовать можно с минимальным бюджетом. Там ты легко найдешь мастеров по пошиву одежды, ты легко сможешь арендовать помещение и организовать там работу. Готовую продукцию уже можно будет отправлять в город или непосредственному заказчику. Основным преимуществом будет то, что затраты на производственный процесс у тебя будут ниже, а значит цену ты сможешь предложить более низкую в сравнении с конкурентами. Чтобы работать более эффективно, тебе необходимо разработать свой ассортимент качественной продукции, после чего разослать образцы на различные предприятия. Образцы будут просмотрены и если продукция будет действительно качественной, то ты сможешь рассчитывать на крупный заказ. Порой одного крупного заказа достаточно для того, чтобы организовать себе безбедную жизнь. А на этом все. Смотри другие полезные видео на канале, а также подписывайся и ставь лайк. Спасибо за внимание и удачи тебе в бизнес-начинаниях!